здорово братва так кто кушает приятного аппетита так смотрите это у нас рубрика жертва тюнинга и речи пойдет сегодня светодиодных модулях вот такой вот у меня светодиодный модуль есть речь пойдет о светодиодных модулях самодельных короче решился фару поставить так как были так как модули не самое дешевое удовольствие где-то выходит у нас самый дешевый который я нашел при оптовой закупки короче в районе 9 рублей выйдет два модуля ну плюс самостоятельно установка даже уже 9 рублей короче уже дорого это не наш метод так что пойдем другим способом но это мне дали у человека было фара по моему ниссановская это по моему на фаре было написано кой то здесь почему-то маркировки не могу найти но вот как она есть линза вместе со светодиодом вот это идет пассивное охлаждение то есть здесь нету никаких кулеров ничего здесь служит охлаждением только радиатор и здесь вот видно диод вот там вот он плоский диод не знаю что за модель скорее всего конь lg так диод идет у нас не не очень высокий отражатель пластиковый что интересно пластиковый отражатель ну и принципе все шторки нет так как здесь только ближний свет дальний свет реализован у них по моему а да там тоже светодиодами там немножко там не линзы короче там по моему обычный отражатель но с диодом ладно давайте запустим этот модуль потом расскажу что у меня получается в каком-то видео я показывал уже он до видео я уже показывал линзы что я буду делать прошел уже очень много времени там были загвоздки тем что я занимался автозвуком тачки было некогда занимать что-то на фары я забил сейчас в принципе я думаю все таки их до собрать а вспомнил у меня еще радиатор это же долгий путь был у меня сейчас появился более менее радиатор так вот наш модуль загорелся что вы увидите не увидите вот там где-то диод но сейчас я себе слеплю как экран там но до камера притухает он даже видно шторку не шторку точнее линию горизонта по плюсу этих фар я скажу то что они очень широко светят и ярко очень большой плюс и радиатор особо не греется ничего страшного тут нету так ладно с этим пока разобрались так теперь мои наработки но как мои наработки уже эти диоды уже делали такие линзы можно в интернете найти но никто ничего не сказал как они работают нормально ненормально что-то я сомневаюсь что ненормально там работаю там потому что радиатор вот я скроил как мог то есть чтобы он у меня четко стал фару я отпилил все лишнее это уже 3 радиатор к этим фаром я скрою как мог но это у нас под вентиляторы загнут саморезик так я скрою все что мог чтобы он у меня в лес фару более-менее четко стоял и долго ловил фокус фокус поймал каким способом взял ровно середину потому что у меня до этого было меньше отпилена то есть радиатор был еще ниже и радиатор был другой еще больше я уменьшал уменьшал вот до такого вот до того что вы видите максимально я умею смог уменьшить чтобы регулировка фар работала так здесь отпилена вот эта часть то есть которая можно крепить например вот у меня линзы стоят я могу их закрепить а у кого в отражателе не закрепить вот для этого здесь болт ну как идет виде болта и гайкой закручивается в соколь лампочки для фиксации также можно сделать принципе делают длинные шпильки с болтов и вырезаются прямо в этот в отражатель и она тоже держится ровно может об этом тоже потом пройдем так отпиливал я болгаркой первый раз я отпиливал полотном по металлу второй раз я все-таки решил пилинуть болгаркой в принципе ничего страшного нету болгарки тоже выйдем идеально но эти понятно болты эти спилятся лишнее уберется это я запасом брал потому что у меня во первых вам был вот такой раньше он не влезал его укорачивал вот в таком как сказать вот такой формы я его укорачиваю вообще изначально я пришел пошел к чему я купил компьютерный кулер в первую очередь ну где алюминий взять купил компьютерный кулер более-менее его подогнал оказалось что он слишком слабый то есть он не охлаждает диод сейчас кстати покажу чуть позже какие диоды он плохо охлаждает и пришел к тому а ну там еще свой вентилятор был большой комплект короче для процессора был большой вентилятор большой вентилятор тоже особо не пихнуть было второе вторая стадия была это я уже подгонял купил маленькие вентиляторы вот такие маленькие вентиляторы вместо радиатора который идет для компьютеров я купил радиатор я купил эти металлический этот алюминиевый профиль с алюминиевого профиля я попытался что-то собрать какую-то конструкцию в принципе у меня получилось это еще чуть ниже было и он тоже чуть ниже был в принципе все подходило все подогнал но там был минус то что за счет того что профиль был нарезан был плохой контакт между собой и тепло тупо не рассеялась то есть она вот как шла у меня такая площадка большая и книжи были профиля так наделаны в виде ребер короче херня получилось нифига не работала ничего не охлаждалась в итоге поискал на алиэкспрессе нашел вот такой радиатор то есть он но не такой он так ну да длина ой ширина у него такая вот а длина где-то два раза больше то есть хватило на два модуля плюс еще там осталось где-то вот столько с каждого ну то есть столько и все лишнее отпилил вот эти углы закруглил чтобы не отпиливать дабы больше площадь была и что в лес в этот фару сейчас все фару влезло все регулируется вот это короче конечный результат то есть уже в принципе можно подключать и гонять надо будет летом ближе к лету далее сначала купил два по моему они я еще покупал блин короче долгий путь я прошел я еще покупал радиаторы от от 3d принтера они уже вместе шли с кулерами стоит вот с точно такими же ну короче два кулера у меня купленные два кулера у меня пришли с этими с охлаждением там не значит углу ли чего-то какого-то агрегата короче в 3d принтере я там примерно подобрал там тоже радиаторы были мою маленькие хотел приколхозить короче херня получилось в итоге слава богу что меня вот эти остались это большой плюс и получается так что вот так у нас устанавливается фара вот сюда ставится теперь будут ставится ну в принципе тут недолго на такие саморезы будут прикручены два радиатора ой два кулера и вот с такой компоновкой вот такая компоновка два радиатора ой два кулера такой большой радиатор усиленный он называется и оставлю ссылку на все оставлю ссылку то что покупал чтобы вам не проходить мой долгий путь не искать так вот такая вот толщина у него и два кулера этого да вполне хватает разогнать светодиод вот такие светодиоды я купил так сейчас маркировочку покажу xhp 70 12 вольтовые также есть 5 вольтовые или 6 6 по моему 6 вольтовые 12 вольтовые от компании кри считаются сейчас самым мощным светодиодом на китайском рынке но сейчас еще вторая версия вышла пока пока я только не делился короче вышла вторая версия я думаю ну там чуть-чуть он раскачан еще больше я думаю то что он уже выдает это вполне достаточно можете набрать в поиске xhp 70 и увидите фонарики собраны на одном светодиоде как они светят вы будете приятно удивлены так ну его мы тоже запустим чуть позже для запуска я вот купил такой вот как они называются забыл драйвер короче от купил такой драйвер тут есть управление ну как управление просто переключение он показывает потреблением пираж потом так потребление сколько ватт выдает и напряжение короче потребление напряжения получается с ватность сколько ватт получается в итоге принципе этот диод можно разогнать до 30 ватт он будет сильно греться но он будет работать так и на на этом охлаждении я конечно не остановился а давайте еще про шторку так ну это понятно линза куплены кстати были самые обычные линзы тоже ссылку оставлю в описании с хорошей с хорошей доставкой то есть эти линзы обошлись по моему две тысячи но они под ксенон идут по моему две тысячи даже меньше 2000 но я собрал с этими с с масками можно купить их без масок короче оставлю это это в описании смазка я думаю будет широкой удобнее устанавливать если у вас например не света не этот не линзованные обычные обычные с отражателем фары туда будет удобнее установить с большой маской то есть большая маска вот нашел маски эти часть это долго искал так вот такие вот огромные маски идут комплекте с данными линзами то есть она просто одевается сверху вот так вот и устанавливается фару шикарные только из-за вида их и взял в принципе но они мне вряд ли подойдут они очень огромные и не влезут надо было ну принципе у меня штатный есть так что можно сильно не переживать просто были было лишним их покупать лишний расход денежных средств но кто будет например собирать фары в отражателе они ему очень хорошо помогут потому что они скроют все что есть потому что понятно что если вы так приколхозить и но вот эту часть не отрезая вот здесь где болт который вкручивается в цоколь если и не отрезают будут линзы просто вот так вот это понятно что будет некрасиво так вот пока так диод будет у нас приклеен и установлен на саморезы и приклеена термоклей который будет лучше отводить тепло алюминий так что со шторка сделал шторка вот такая вот штатная была но не штатная смысле немножко переделана во первых я выгнул ее вот такую дугу фокусировки нет выгнул ее вот в такую дугу чтобы при опускании вот она опускается она опускалась вообще ниже она изначально была вот так вот так вот она отклонялась то есть дальний свет был неполноценным теперь полноценный дальний свет у нас получается еще под пилю вот эту штучку по обычным наждаком под пилю все отрегулировал можно в принципе даже подключить ее примерно показать как она работает так вот так она стоит перед линзой вот так вот она стоит перед линзой вверх головой то есть линза у нас переворачивают и при включении дальнего света вот сейчас у нас горит линия горизонта видно будет и при включении дальнего света она будет убирать шторку и то есть вы едете вот так вот у вас горит дальний но для тех кто не знал так по шторке получается вот так она у нас стоит переворачивает то есть вот это у нас вверх ну так и получается али так она стоит точно так она стоит и переворачивает то есть стоит она вот так вниз получается переворачивать изображение то есть вот когда мы так смотрим это у нас вниз здесь бывает чего такая большая планка и вот так вот перегорожена то есть у нас всего просвет был где-то вот такой вот я эту планку вырезал теперь будет по идее если не будет самоослепление такого понятия когда тебя твои же фары слепят но я думаю этого не будет надеюсь что этого не будет я убрал вот эту часть и теперь по идее перед машиной тоже будет много света и доработал вот вот такими изгибами то есть теперь когда ближний светит еще подсвечивают вот так дополнительно обочину не мешая другим водителям вот в такой доработки вижу только одни плюсы я даже смотрел тех кто занимается исключительно светом они делали убирали вот эту часть так ну давайте перейдем к флагману сегодняшнего видео это xx и шпи ой x и шпи xhp 70 один из нет самый дорогой китайский светодиод еще говорят что можно убрав вот эту линзу которая у него заводская вот такую линзу которая по моему 180 градусов ли 160 дает убрав эту линзу будет еще ярче но пробуя на других диодах короче я портил диоды так что я вот немного побаиваюсь убирать и так что пусть уж она будет пусть чуть я потеряю свете но я не потеряю диод за 700 рублей 2 оба диода стоят по 700 рублей 1400 если не брать маски блин сейчас не сосчитать короче короче все компоненты будут в описании ссылки но ссылки будут на все компоненты на алиэкспресс это усиленный обязательная вещь это усиленный радиатор потому что другие радиаторы не справляются далее это фары с металлическим отражателем очень я считаю надежно так как он очень сильно греется если например к это у нас не сильно греется используем пластиковый то в данном случае я думаю пускай будут металлические начались сейчас покажу еще кое-что что поможет охладить светодиод так это у нас будем брать грубо полторы фары грубо с этими с масками 2 это 3 500 и радиатор по моему если не ошибаюсь 100 рублей 800 может меньше но все зависимости от курса доллара все может очень быстро поменяться но кулера недорогие но 200 рублей поди 4 штуки по 50 рублей по моему точно тоже не помню так давайте полторы 3 500 3 500 4 чем-то ну короче дорого выйдут фары такие даже собранные своими руками все равно выйдут дорого так но в районе рассчитывайте в районе 5000 за две линзы самостоятельно собранные установлены не знаю рационально это не рационально кто-то скажет что может ксенон будет дешевле я решил попробовать так кто как по-другому делает ради бога я только за я против синона но я за светодиоды так сейчас наш блин забыл как называется ну короче драйвер на не драйвер блин как же его преобразователь как бля не помню еще хоть убей главное не завалить светодиод будет очень обидно ну в принципе это я уже делал сто раз так что вряд ли я его завалю уже куча тестов пройдено уже сколько раз я пытался поймать правильный фокус так что вряд ли я с ним что-то могу сделать так что у нас регулировка блин а вы его не приключить короче пока открутим его так как на сначала настроить так пока уберем так он у нас верх ногами до фиаско так вот наша регулировочная маленькая отверточка так вида вам 12 так сейчас 12 6 блин и проще меньше так 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 ну вот пошли на уменьшение ну вот я думаю пока 9 хватит так светодиод у нас горит на минималках 9 вольт по ходу начинается сейчас отражатель так чтобы у вас не слепило тогда не будем делать камеру сейчас выставим так вот у нас ток потребления 002 и ваты то есть у нас пока по ватам что-то потери печалька и идем на возрастание у нас получается растет вольтаж потом растет потребление и за счет этого начинает светодиод светить ярче вот так что у нас тут 1 ватт 3 ватта 7 ватт 16 17 20 ватт короче уже даже нити по руке стало так вырубаем ладно давайте вы наверно его увидели так очень сильно нагрелось сейчас еще побырику разок сделаю вот свечение у нас 10 15 вот 20 ватт честно говоря очень ярко камера притухает от яркого света так ладно все пускай светодиод отдыхает больше я его тревожить до установки не буду сильно он еще должен хотя бы 20 тысяч часов не отработать я так надеюсь минус светодиодов в чем в том что если он выйдет из строя по каким-либо причинам то возникнет такая проблема что придется разбирать по новой фару и все переделывать так ну давайте про дополнительного охлаждения скажу раз заикнулся так жар идет у нас получается вот это принципе справляется с двадцатью но можно без проблем раскачать его до 30 ватт вообще без проблем провести его небольшие доработки вот наша фара deonexia кто узнает принципе дальний свет я вообще уберу сюда сделаю какую-нибудь маску из оргстекла с надписью с какой-нибудь и подсветочку я так думаю так вот здесь у нас идет регулировка ничего нигде не мешает выход у нас идет на второй вентилятор второй вентилятор у нас установлен вот таким образом за счет этого вентилятора вообще абсолютно никакого нагрева нет то есть он будет еще прямо вот видите вот отверстие выходящие у нас на светодиод и он получается дополнительно охлаждает радиатор светодиоды кучу кучу всего так по подключению так у нас имеются выходы так вот это у нас ближний свет подключим и светодиод получается напрямую на ближний свет на светодиод и эти провода выведем уже там через фишку выведем их на драйвер на отдельный драйвер который будет управлять я думаю драйвер скорее всего будет общий на обе фары но там посмотрим далее у нас будут использованы габариты габариты будут использованы для запуска охлаждения я так думаю так да для запуска охлаждения их сделаем то есть если включаем ближний свет ну габариты сначала потом ближний свет то начинают работать автоматические вентиляторы от габаритов и также от габаритов будет подсветочка так что еще ждал жду я вот сюда вот я думаю по кантику поставить еще бегущий поворотник с ходовым огнем то есть ходовой огонь у нас будет от зажигания то есть включаем зажигание включается ходовой огонь но он тухнуть не будет я не буду делать шпантух и при включении габаритов и ближнего света у нас будет включаться охлаждение дальний свет будет у нас кинут на шторке то есть будут подключен напрямую к шторке то есть при включении или моргании дальним светом у нас будет срабатывать исключительно только шторка но в принципе все по тюнингу фары я полностью все объяснил думаю все понятно все что я нашел для покупки купил все будет ребята в описании чтобы вы не повторяли моих ошибок не тратили лишних денег в принципе практически все что надо будет там за исключением мелочей таких как болты вот длинные но это в любом есть в любых метизах вы найдете так диоды я заказывал с двух мест то есть это два диода с разных мест ссылку оставлю на более понравившееся место туда откуда быстрее во первых пришло во вторых более качественно упаковано так принципе можно из других мест заказать эти диоды так по вентилятором тоже скину все чисто магазин который занимается вентиляторами и охлаждением по моему это один магазин так что если вы закажете радиатор и охлаждение то вам придет это все с одного магазина но это точно не помню я по моему так которые занимаются исключительно охлаждением и вот этот усиленный радиатор вот видно что у него площадка намного больше по моему 70 миллиметров а и 70 миллиметров 7 миллиметров даже по моему больше больше 7 миллиметров точно вы не помню все описание там будет так ну и все также ребята есть отличная игра называется она я скажу как называется да никак не скажу где у нас так вот есть отличная игра такая как викинги и так ребята также хочу посоветовать игру такую как викинги ссылка на данную игру с бонусами будет в описании переходите скачивайте и отличная игра для приятного провождения времени многопользовательная рпг куча куча всего можете строить здание развивать войско нападать на другие деревни совмещаться перед перевести переговоры и многое-многое около 20 миллионов то ли там уже человек так что не будь лохом заходи и играй всем удачи ребят всем пока а